Китайская компания «Дзюнсин» планирует построить в Бишкеке мусороперерабатывающий завод. Она уже построила подобный завод в китайском городе Чанша, который успешно функционирует. С работой предприятия на месте ознакомилась делегация мэрии Бишкека. По получению полезного сырья из мусора Китай намного опередил Европу. Например, вредные газы проходят несколько этапов фильтрации и не портят экологию. Членам делегации показали, какую продукцию можно вырабатывать из мусора. От мусора остаётся вот эта жидкость, так называемый фильтрат. На заводе освоена система очистки этой воды. Очищенная вода – это техническая вода. Её пить нельзя, но можно использовать в бытовых целях. Она чище даже нашей орычной воды. В городе Чанша проживает более 10 миллионов человек. Мусороперерабатывающий завод построен на окраине города и занимает площадь в 16 гектаров. Недалеко от самого завода созданы условия для проживания 400 сотрудников. Кроме общежития и столовой, там построены площадки для отдыха. Весь мусор, который выходит из города, который в пять раз больше Бишкека, не просто сжигается, а перерабатывается. С его помощью вырабатываются свет и газ. Все производственные отходы, которые выходят из города, перерабатываются на автоматизированной системе. Из мусора вырабатывается экологически чистый газ, электроэнергия. Этим и отличается Чанша от других городов Китая. Он является комплексным транспортным и логистическим хабом. Китайская кухня славится своим разнообразием. При этом все отходы из кафе и ресторанов перерабатываются. Все они доставляются на завод, где проходят переработку. Во время встречи вице-мэр Бишкека Джиргалбек Шамыр-Алеев договорился с заместителем мэра города Чанша о сотрудничестве. Город Чанша известен своими крупными заводами. Например, здесь есть завод, который производит технику. Также в наших интересах сотрудничать в сельскохозяйственной отрасли. Мы видим в этом большой потенциал. Президент Садр Нурхаджаев Чапаров очень сильно уделяет внимание экологии, климатической устойчивости. И в 2022 году на выступлении ООН он озвучил о том, что на сегодняшний день нужно активно работать, взаимодействовать именно по экологической безопасности, по сохранению сегодняшних природ и ресурсов чистой воды, климата. А также он инициировал объявление именно пятилетнего развития горных регионов. В рамках встречи стороны также обсудили сотрудничество в торгово-экономической, культурной и социальной сферах. Кроме этого обсуждены возможности улучшения инфраструктуры Бишкека с использованием технологий города Чанша.